Вы наиболее продвинутая часть населения сегодня. К вашему мнению довольно серьезно прислушиваются люди, ну, во всяком случае, к большинству из вас. Поэтому я хотел бы в прямом общении несколько слов сказать о том, чем занимается сегодня администрация, в каких проблемах мы погружены и как их решаем. У вас у каждого есть вопросы. И не надо думать, что, я считаю, что рассматривать власть только глобальные, которые касаются большого количества людей. Мы должны рассматривать вопросы, даже если проблема касается одного человека. Вопросы не заставили себя ждать. И, как это всегда бывает на встрече с мэром, профессиональными темами разговор не ограничился. Не осталось в стороне и тема точечной застройки. Глава НАПР рассказал о решении объявить в моратории. Решение пока не оформлено законодательно, но необходимость назрела. Вы все сегодня являетесь свидетелями и заложниками той ситуации, когда строились, да и продолжают строиться, что греха дает, многоэтажные и многоквартирные дома, которые даже не соизволили на первом этаже отдать помещение под тот же пункт полиции, под врача общей практики, под библиотеку, в конце концов, еще под что-то. Все коммерциализировано. И вот с крупными застройщиками, которые сегодня есть, те, которые точечно застраивают, но не один дом, а два-три. Я со всеми провел встречи, и все ушли от меня. Ну, я не скажу, что они мои враги, но они довольны. И все-таки нести социальные обязательства придется. Первая ласточка – застройка на Красной площади. В новом многоэтажке на первом этаже расположится поликлиника. Жители Витязева, а на болевшем. У нас лето было, на самом деле, очень жаркое. И, наверное, все страдали, да, как бы со светом. Проблема со светом всех коснулась. Особенно у нас, видите, просто отдыхающие, гостиницы. Крадиционеры не тянули. И, конечно, с водой, с светом была, на самом деле, большая проблема. И как она будет решаться? Сергей Сергеев прокомментировал ситуацию. Что касается электроснабжения. Я вам могу дать сведения, сколько гостиниц и на какую емкость принят. Я умышленно говорю, не введены в эксплуатацию, а принят по решению суда. На который не выдавалось разрешение на строительство. Их 90%. А откуда же возьмется электричество? Откуда возьмется система канализирования? И сегодня я пока веду подготовительные работы. У нас есть емкость генерирующая, которая способна, я имею ввиду, на наших подстанциях. У нас сейчас верхняя, вернее, Джаметинскую подстанцию увеличивает емкость в два раза Кубанинар. Вот. Фактически строится новая. То есть генерирующей мощности нет. А разводящие, как же они будут нормальные, если он судом ввел гостиницу? Без всяких технических условий. Понимаете? А теперь вопрос правильный, можно следующий задать. Сергей Павлович, а как же их подключить? Вот и я так же вопрос задаю. Если по воде я могу прийти и отключить, и мы это делаем постоянно, видите, то по электричеству они мне отвечают. Мы не имеем права. Тем не менее, ряд мероприятий, которые выведут из тени коммерсандов и переведут их объекты на законные рельсы, совместно с ресурсниками и контролирующими ведомствами, проводятся. Прозвучал вопрос об Анапском ЗАГСе, который сегодня расположен в окружении магазинных вывесок. ЗАГС перешел туда, в 13-м году, в то помещение, в котором он сейчас находится, на втором этаже. Без всякого согласования. Ты об этом задавал. Раз вы решили, ну сделайте тогда, чтобы слева не было написано «белорусские продукты», они оттуда ушли, справа «ковры». Сделайте по-человечески. Нет, ты Сергеев сделаешь. Такая же ситуация сейчас с военкоматом, понимаете? Точно такая, один в один. Рулить все хотят. Я же вам сказал ключевые фразы. Вы внимательно затоим дыхание слушали. Управлять хотим все, а нести ответственность никто. Поэтому получается, что когда мы переходили по 700 рублей квадратный метр, даже больше, вы же не спрашивали у Сергея в частную собственность. Место на место. Но мы сегодня приняли решение, не хотелось раньше времени, но на Ленину, между церковью и торговыми рядами, которые построены, строится здание, здание строится под ЗАГС. Привлекать к решению социально значимых вопросов бизнес призывают и краевые власти. Одних только бюджетных средств на реализацию дорогостоящих проектов не хватит.